Ребят, всем огромный привет! С вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дейли, добро пожаловать в наши ежедневные видосы. Как обычно, по традиции, ставьте лайк авансом перед просмотром, и мы начинаем. Я, конечно же, с самого утра сегодня пошел в зал, с Димой тренировался, очень прикольная тренировка вышла, нормально так подраскачался, взбодрился, и теперь начинаю свой автодень, автопятницу. У нас сегодня супер насыщенный день, потому что надо успеть столько дел, как обычно перед ивентом, за день до ивента, кстати, сегодня там тренировки, потому что в прошлый этап, когда он был на Егоре, дрифт Мацури СПБ, Кубок Питера по дрифту, я уже в пятницу тренировался. В этот раз я сразу решил, что я в пятницу не поеду, лучше доделаю нормальную машину, потому что мы уж решили успевать к Егоре, вот мы успеваем, стараемся. Поэтому сегодня у нас супер насыщенный день именно по финишным работам по Лавру, сегодня должны, в принципе, уже были распечатать все наклейки, которых не хватает, и ребята, надеюсь, их поклеят. Также я записался на развал к вечеру, конечно же, надо будет собрать все вещи, и завтра с самого утра, получается, стартану на Егору. Ну, еще там, естественно, в течение дня делал кучу по мелочи, ну, будем разбираться, будем смотреть, что успеем, что не успеем, в любом случае, в этой серии мы увидим. Сейчас я приехал в 125-й стайл, уже по традиции, можно сказать, парню тут открасили диски. Вчера фотку Даня присылал, кажется, нечто, тут реально конвейер. О, какая красота, офигеть, офигеть, офигеть. Блин, какой респект просто пацанам, диски открасили за два дня или за день, я в шоке. Ребятам привез стикеры, вот сейчас им отдам, себе тоже взял, раздам, кому нужны будут. Кто, так сказать, поддерживает движуху, такие две пачки, вот эти крутые на хроме. Все футбольные события смотри только с промокодом STILOW. И 12 июня, Лига наций, 21.45, Швейцария, Португалия. Ваникс, самые высокие кэпы, простейшие регистрации в один клик. И моментальный вывод на множество платежных систем. Стилочка в закрепленном комменте, промокод STILOW. Когда мчал до гаража, беру сейчас свои запасы бэушки. Westlake у меня только бэушный, в количестве 8 штук. Беру два триангла новых, которые с Москвой еще привез. Ну и пару новых 18 возьму. Вот 18 у меня есть, 235. Вот в таком состоянии покрышки. Как вы поняли, я приехал в AM Style. Здесь быстренько поставил диски. Также поставил передний бампер и маски. Видок, конечно, стал у Лавра еще круче. Не знаю, что вы подумаете насчет зеленых дисков, но мне кажется, они в тему. Они яркие. Это лучший цвет, который можно дать этим ТЕ-шкам. Серег, привет. Работа у нас идет бесконечно, не останавливаясь. В самое утро Макс стал делать наклейки. К обеду они где-то были уже. Они приехали к вам и сразу начали клеить. Во-первых, наклейки на пороге партнерские. И вот такие окантовки, чтобы поддержать, так сказать, вот этот принт. Потому что принт он просто красками, а окантовка у нас из красного хрома. Плюс, видите, на пленке есть вот такие моменты. Их, конечно, можно было срезать, но мы решили сделать прикольно. У нас будет вот так. Вот сюда Стилов Дейли наклеили большую. Сюда Стилов Дейли тоже наклеили. Ну и самое главное, я поставил бампер. И поставил губу, кстати, до этого на саморезах. Короче, видок, конечно, пипец. Во-первых, бампер плюс маски дают машине просто лютый вид. Офигенный. Плюс это губа. Из-за того, что я тачку дропнул, губа-то, естественно, еще ниже стала. Губа реально люто низкая. Вот так вот. Я не знаю, она даже на эвакуатор не заедет. Можно, конечно, ее снять уже. Не знаю, она может покататься. В принципе, она на нескольких саморезах держится. Она, кстати, карбон кевларовая. Из старого бампера сделана. Мы особо там не заморачивались. В принципе, она гнется. Так что бампер она за собой не должна утянуть, по идее. Такой, короче, лавр получается. Капец он зачетный. Очень зачетный. Итак, ребят, машина полностью готова. Лавр во всей красе. Парни закончили поклейку. Все наклеили, все идеально, все, как я хотел. Видок, конечно, просто бомбический. Реально. Других слов нет. Преображение лавра просто из пепла, из чего угодно. Давайте сейчас заценим все детали, так сказать, вблизи. Покажу вам полный обзор. Чтобы у нас он запечатлелся на канале, мы его тут оставим. Естественно, ливрея. Она состоит из вот этих языков пламени разноцветных. И партнеров. Здесь есть технические партнеры, да, мои. Есть, получается, спонсоры. Собственно, Юка АДВ Pro Racing Team. Моя команда, мои партнеры, спонсоры на сезон РДС Европа. От них идут партнеры. Тут, например, бизнес-меню, Танайс, Айкор. Айкор, получается, титульный спонсор. Вот так это все выглядит. Это логотип Средненевского судостроительного завода. Именно ребят, которые делают карбоновые детали. Ну, это стрелка-указатель петли. Это One Stickers. Конечно же, Trailhead присутствует, естественно. Как же без них? EcoMaster, 125-й стайл. Forced Performance турбины. WM-стайл, собственно. KitKat. У KitKat, конечно, очень крутой логотип, да? Это бампер, чтобы вы понимали. Мой логотип Hotline 8800. Также вот партнеры Юки. Это завод. Orgsynthes AK. SBT Alliance. Опять же, логотип у нас Юки. Логотип мой. Trailhead. Указатель к петли. Ну, тут, в принципе, все то же самое на этой стороне. У нас получается подложка из огней. Она вся распечатана на принтере. Это цветная печать получается. Также у нее есть такая окантовка из красного хрома, чтобы подчеркнуть линии. И сверху у нас все логотипы. Все логотипы распечатаны на хроме. Поэтому они все блестят. Очень круто смотрятся. Я думаю, на солнце будет вообще супер. Ну, и, конечно же, сверху звездочки наши любимые. Здесь их чего-то прям очень много насыпали. Boost Motors, естественно. 125-й. Сейчас еще здесь переделаем VM Style наклейку. Это старая наклейка. Она просто белая. Хочется тоже на хроме. Так, вот, собственно, Сергей. Вместе со своей командой два дня клеили лавра. Серег, еще раз благодарность от меня большая, как обычно. Это у нас уже, кстати, пятая ливрея лавра. И из них четыре клеили VM Style. Каждый год у нас мы здесь встречаемся в разное время года. Но вот это случилось. Спасибо большое. Все было подготовлено профессионально. Все молодцы. Постарались, как всегда. Trailhead, Миша, Максим быстро напечатал. Да, коллектив. Оперативника все привезли. Подготовка классная. Кузов свежепокрашенный. Удобно клеить все. Да, 125-е красавцы. Да, все молодцы в плане подготовки. Макет. То есть нам осталось только поклеить. Это идеально. Да, здесь реально очень большая команда участвовала в преображении Лоуреля. Киткаты с пластиком. 125-е с малярными всеми вещами. Средненевский судостроительный завод с карбоном и кевларом. Миша Trailhead с дизайном. Максим ванстикерс с наклейками-печатью. И VM Style с оклейкой автомобиля. Крепец. Да, цепочка. Так, и у нас тут вишенка на торте. Последний штрих. Наклеечки от ванстикерс. Оп, сердечки такие залетают на новые зеркала. Ребята, я вам сейчас кое-что покажу. Я еще не анонсировал. В общем, у меня наконец-то будут автограф-карточки. У меня давно они были. Они все тогда закончились. И сейчас мы сделали новые. Сделали вместе с дизайнерами ванстикерс. Им огромный респект. Очень долго рисовали, перерисовывали. Со мной заверяли. Я еще там что-то говорил. В общем, этот процесс занял, наверное, недели две у нас. Реально отрисовывали крутую карточку. Мы хотели именно в графике ее сделать. Много было идей. Конечно же, с лавром. Конечно же, с логотипами партнеров. То есть, это карточки. Я, ну, возьму завтра с собой на Егору, естественно. Почему бы и нет? И, конечно же, они будут на РДСе. Пока распечатали первую партию. Зацените этот стиль. Эта карточка в стиле Hot Wheels. Ну, вы поняли уже. Steel of Daily написано. Low Rail. Красавчик. И вот. Как будто он объемный, да? Но он не объемный. UKADV Pro Racing Team. Как вам? Ливрея 5 из 5. Вот здесь вот можно автограф оставлять. Я здесь уже несколько карточек расписал. Вот это реально крутая работа. Это прям вот арт-объект. Можно сказать так. И на другой стороне все логотипы. Здесь можно тоже какое-нибудь пожелание написать. Карточки будут. Подходите. Буду дарить. Уже освежил. Не, нормально, кстати. Даже ничего не... Сыграло, да? Кевларчик делает свое. Скупой теперь не проходит. Слушай, на улице это, конечно, вообще топ. Да, 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 да. Блин, в темноте вот, когда по мойке ехал. Ну, так насыщенно все смотрится. Потому что у нас на свету уже привыкли. Ну, да. А так вот когда в темноте он... Не, в уличных текстурах вообще капец круто. Клаврентия погрузили. Едем на развал. Капец, опаздываем. Я уже перенес даже одну запись. Просто посмотрите на него. Я реально в шоке, как он получился крутой. Реально в шоке. Просто новая жизнь у машины. Просто выглядит бомбезно. Сразу вспоминаются слова этих хейтеров. Которые говорили, что там лавры они списывают. Своих лавров присписывают. А мой продолжает фигачить по полной программе. Мы доехали до Сани. У нас дождался. Уже в конец рабочего дня, к сожалению. У меня тут сбилось пипец. Много. Ребят, развал схождения готово. Вот такие параметры у нас. Спасибо, Сань. Ну, смотрите, кто тут здесь. Это же Маша Бусенко. Мы снова встретились, так сказать. А почему? Потому что доделали лавра. Хоть и, ну да, нам есть усталость и дела. Завтра уже Егора. Но я просто не мог не отфоткать тачку. Ну, как я. Я попросил, конечно же, Машу, лучшего фотографа, это сделать. Так сказать, в разрез ее всяких дел она согласилась. У нас, конечно же, время съемки переносилось сегодня. Все позже и позже. Так же, как и развал переносился. Но самое главное, что мы здесь, мы фоткаемся. Мы сейчас этот момент весь завершим. И лавра спокойно поедет на Егору, на Ухуатре. Так, а мы на сменах ракурса. Блин, даже в моем фотоаппарате он круто смотрится. Маш, тебе нравится? Да, очень. Мне нравятся сердечки. Мне нравятся голографические наклеечки. Они прям пи-ми-ми. Пони, радуга. Да, это пони и радуга. В принципе, да, воплощение лавра. Не нравятся. Он типа из бордового в розовый, там попа розовая, если что. Да, всегда фотограф обрабатывает такое. Нормально. Томнаки и фильтр. Все, фотосессия закончена. Прошла она успешно. Маша быстро пофоткала. Скоро будут крутые кадры. Это радует. Потому что слива, Маш, вот от всей души, низкий поклон. Реально топово получилось. Фотки супер. Слива как бы сама хороша, и я такой подумал, ну на телефон фотки тоже ничего. Но когда ты смотришь, это твои, реально, тут вообще без сомнений, это топ. Бальзам на душу. А еще Маша сделала прикольный рил со сливой. Теперь идите вот в аккаунт, посмотрите. Прикольный очень, реально прикольный. Мое такси чисто на ожидании. Эвакуатор заряжен. Сейчас поедет Лавр дальше в путешествие. Сегодня такие плотные путешествия на эвакуаторе. Я уже так хочу свой прицеп, надо скорее делать. И Маша снимает рилса. Я думаю, будет что-то топовое. Ну сейчас мы говорим, что я там такая фигня. Да не, вряд ли фигня. Смотри Лигу наций, болей за любимую команду. И, конечно же, пользуйся промокодом стилов, который даст тебе до 25 тысяч для новых игроков. Досматривай этот видос и вперед. Фух, сегодня был лютый денек, конечно. Он уже подходит к концу. Самое главное, что я все успел. Лавр прямо сейчас уехал на Егору вместе с Леоней на эвакуаторе. Принял решение, что все-таки он вечером поедет. Так проще будет, а я просто с утра приеду. Ну а я быстро полетел на шинку за колесами, потому что когда я забрал диски, я сразу же отвез диски ребятам на шинку. Сам сгонял за резиной. Взял, получается, всю резину, отвез это все на шинку. Там пока переобули это все. Сейчас уже под ночь я все это забрал. Отвез в гараж. Перед этим еще отвез в гараж колеса с Лавра. Бампер еще кевларовый. Сгонял на шинку, забрал всю резину, сгонял в гараж. Там уже свет вырубили. Но благо еще не закрыли гаражи, поэтому я собрал все вещи. Зип, кейсы, инструменты. И взял столько колес, сколько влезло. Вот столько влезло. Две канистры. Там еще два колеса снизу. Это колесо держится хорошо. И готовы к завтрашнему дню соревнований. Завтра, кстати, получается, будут тренировки и квалификация. В предвкушении, конечно, катнуть на Лавре. Но, если честно, капец он красивый. Он слишком красивый для соревнований. Маша сейчас прислала еще фотки. Она сделала две фотки, быстро обработала. Вот фотки. Просто жирнейшие. Просто пипец. А еще под вечер звонит Макс в One Stickers и говорит, Серега, я тебе сделал еще наклеек с собой. Зацените, небольшая партия. Вообще это все готовилось под РДС. И карточки, и наклейки. Но он успел сделать и партию карточек, которые я возьму с собой. На РДС тоже они обязательно останутся. И еще наклейки. Вот такие наклейки с новым Лавром. Вот это стиль. И вот такие еще в профиль. Просто респект всем ребятам, которые мне помогают, делают всякие разные вещи. Блин, спасибо вообще огромное. Без этого бы я не справился. Это стопудово. Ну а так, круто, что все получилось. Круто, что наша стратегия подготовить Лавра нового Лавра до Егоры. Она сработала, все получилось. И можно спокойно сейчас отдыхать. Несколько часов. И уже с самого утра ехать на Егору. Но об этом, конечно же, в следующей серии. Ребят, поставьте прямо сейчас лайк этому видосу. Мне кажется, как минимум Лавр этого заслужил. Ну а я сейчас поеду на мойку, помою тундру. Там быстро ополосну, чтобы завтра на чистоте ехать. Ребят, а вы когда-нибудь видели, что с косаря можно сделать 10к всего лишь за пару часов? Вот вам подгон. Наткнулся недавно на ролик, где знаменитый блогер поделился лайфхаком, как можно заработать на онлайн-игре. Я лично проверил этот метод и реально работает. Так что кликайте прямо сюда, либо переходите по ссылке в описании, смотрите этот ролик до конца и начинайте зарабатывать. Всем удачи и пока.